Всем привет! Покажу очень нарядный и невероятно вкусный салат, который украсит любой праздничный стол. Выкладывать такой салат лучше слоями. На нижний слой берем вареный картофель. Мелко его натираем. Понадобится или один крупный картофель, или пара средних, либо, как у меня, горсть маленьких. Все натерли. Выкладываем в раздвижное кольцо. У меня оно диаметром 16 сантиметров. Подсаливаем и смазываем майонезной сеточкой. И сразу хочу поделиться со зрителями. Я нашла очень классный низкокалорийный майонез. В нем в 2-3 раза меньше калорий, чем в обычном майонезе. При этом по вкусу и запаху он вообще ничем не отличается от обычного классического. Точно такой же. Он полностью сделан исключительно из растительных продуктов. Так что подойдет и в пост, и для тех, кто в принципе не ест животные продукты. А еще для тех, кто следит за здоровьем и фигурой. В нем нет трансжиров, глютена и других вредных элементов. Так что теперь можно без зазрения совести наслаждаться любимыми салатиками, закусками, соусами. И не бояться за лишний вес и здоровье. Купить такой веганский майонез You Feel Good можно на Озоне и Валберес. Ссылку я оставлю в описании под видео. Я считаю, что продукт очень нужный, хороший. Если вам тоже понравится, напишите, пожалуйста, отзыв на Озоне или Валберес. Это поможет You Feel Good радовать нас другими полезными новинками. Для следующего слоя понадобится консервированный тунец. У меня он уже рубленый, вот такими мелкими кусочками разделенный. Если он крупный, разминаем вилкой. По весу баночка тунца около 185 грамм. Рыбку укладываем поверх картофеля. Также смазываем майонезной сеточкой. Далее идут маринованные огурцы. Я в итоге взяла парочку среднего размера. Нарезаем их небольшими кубиками и укладываем на тунец. Поверх высыпаем консервированный зеленый горошек. Я взяла маленькую баночку. Оставьте несколько горошин для украшения салата. Также этот слой смазываем майонезом. Для финального слоя понадобится 3 вареных яйца. Белки и желтки натираем по отдельности. Белки натираем на крупной терке, желтки на мелкой. Сперва выкладываем белки, подсаливаем их, смазываем майонезом и этот слой хорошенько разравниваем. Сверху все засыпаем желтками. Убираем салат в холодильник на пару часиков, чтобы он пропитался, а слои стабилизировались. После чего убираем кольцо. Майонезом рисуем красивую сеточку для украшения салата. На пересечениях линий вставляем горошины. И вот такой красавец получается. Продукты в салате очень хорошо сочетаются между собой. При этом слои получаются яркие, красивые. Гости точно будут просить у вас рецепты этого салатика. Заранее вам приятного аппетита!